Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Как в одном инструменте можно поместить сразу несколько, причем объединить при этом три столетия. Каким был тон этой недели, рассказывают корреспонденты Сургут Интерновостей. Я Ирина Плеско, здравствуйте. Коротко о ключевых темах выпуска. Пять лет прошло. В начале следующей недели истекает срок полномочий нынешнего главы города Дмитрия Попова. Чем запомнилась эта эпоха сургутянам, выяснил я, Дмитрий Подлесной. Капитальный ремонт жилых домов. Как сэкономить на платежах? Сколько строений в Сургуте отремонтируют до конца следующего года? И почему те, кому капремонт уже пришел в дом, от него страдают? Подробности расскажет Антонина Новикова. Появится ли в Сургуте центр развития зимних видов спорта? Что ждет местную хоккейную школу? И каково ее будущее? Ответы на эти вопросы искал Дмитрий Круховец. 19 октября в понедельник истекает срок полномочий главы города Дмитрия Попова. Безусловно, он войдет в историю, как последний градоначальник, которого выбирали всенародным голосованием. Вот умдоверие был реализован в конкретных делах. Какие именно больше запомнились? С таким вопросом мы обратились к сургутянам. Плохого вот какого-то ничего не могу сказать. А хорошего это очень трудно вспомнить, потому что 5 лет достаточно большой срок, а у него работа такая же, как у нас у каждого, она складывается из каких-то ежедневных маленьких дел. Немного город стал лучше, зелень немного стала, ну а так, ну в общем, ничего плохого не скажу. В общем-то мне все устраивает в городе. То есть плохих, каких отрицательных эмоций у меня не вызвало. Первые два года я видел много наклеек, какой мэр таких дороги. Сейчас их стало значительно меньше. То есть, ну, это, я думаю, результат работы мэра. Дороги, социальные объекты, новые схемы сотрудничества администрации и бизнеса. Какими именно делами запомнится пятилетний срок службы Дмитрия Попова? Наш корреспондент Дмитрий Подлесной выбрал, на наш взгляд, самое значимое событие. За последние пять лет наш город значительно преобразился, а в некоторых направлениях даже вышел на новый этап развития. Вот, например, торговля. Еще в начале 2000-х сургутяне покупали одежду на открытых рынках. Примерка нарядов, особенно зимой, вызывала дискомфорт и была попросту опасна для здоровья. Сейчас об этом опыте мы можем с вами только вспоминать, а на месте тех самых популярных рынков расположились парки отдыха. Расставались с олицетворением эпохи в Сургуте болезненно. Но принятое принципиальное решение о том, что Сургут – территория легальной и, главное, комфортной торговли, в итоге было реализовано. Местные власти не пытались выжить предпринимателей. Администрация скорее подтолкнула бизнесменов к развитию. На сегодняшний день найден консенсус, скажем так, по ликвидации рынка строитель, той части, где он находится, и реконструкции, как говорится, на сегодняшний день. Организации там стоянки для бассейна водолей, ликвидации вот этих киосков, которые фактически вдоль дороги в красной линии находятся. У нас сегодня торгующий алкоголем возле ДК «Строитель», возле бассейна водолей. Дальше больше. Сургут не просто на словах, но и на деле стал доказывать, что является логистическим центром Югры. Помимо интересов нефтяных и газовых, в нашем городе сфокусировались и интересы малого и среднего бизнеса. Как итог – строительство двух крупнейших – в ХМАО торговых центров. Тысячи новых рабочих мест и безусловный экономический отклик. Более того, в рамках своей социальной ответственности строительные компании не только возводили свои объекты, но и помогали строить спортивные комплексы. Ледовый дворец, безусловно, это объект, который сургутяне ждут давно. И мы планируем, что до конца года мы в любом случае его запустим в эксплуатацию. И у юных сургутян появится возможность кататься не только на открытых площадках, но и на нормальном искусственном льду. А если говорить в целом о том комплексе, в котором мы сегодня находимся, то, конечно, это социально значимый объект для города. Безусловно, 4000 рабочих мест, которые планируется здесь создать – это большой плюс. И я надеюсь, что именно молодежь города Сургута будет трудоустроена в этом торгово-развлекательном центре. Также за последние пять лет в Сургуте удалось построить несколько объектов культуры, таких нужных нашему городу. Совсем недавно распахнула свои двери детская школа искусств в микрорайоне Пикс. И нового ЗАГСа муниципалитет ждал с нетерпением. Не мудрено, ведь процесс разработки проекта и непосредственного возведения вышел за рамки графика. Но в итоге народ остался доволен. Мы планируем, чтобы наш дворец стал именно культовым местом для сургутян. И здесь наши горожаны не только будут регистрировать браки или именно речения проводить для своих детей, но здесь будут организованы клубы, будут проводиться всевозможные фестивали, тематические вечера. И мы постараемся сделать так, чтобы наш дворец всегда был распахнут для всех наших сургутян. Центр культурный, спортивный, деловой и образовательный. В конце 2011 года в Сургуте открыли новейший ресурсный центр. Именно таким образом наш город стал плацдармом для обеспечения крупнейших предприятий округа квалифицированными рабочими руками. Подъем престижа рабочих профессий, беспрерывный цикл обучения специалистов. Сургутский ресурсный центр еще четыре года назад ставил перед собой серьезные цели и задачи. Мы надеемся, что будет приток людей для людей, которые отработали какое-то время, длительное время на производстве, имеют высокий уровень квалификации, они приходят и передают этот опыт. Для этого, конечно, нужны соответствующие экономические механизмы, чтобы заработали. Я думаю, что это тоже, в общем-то, задача, которую мы будем решать. В решении проблем насущных главе города Дмитрию Попову и его команде помогали общественники. Отличительной чертой стратегии работы нынешнего градоначальника стала отзывчивость и внимательность к народному мнению. Даже если оно было диаметрально противоположным. Так сложилось в 2011 году, когда инициативная группа молодых мам не согласилась с принципами формирования очереди в детские сады. Дров в огонь подкидывал дефицит мест в дошкольных учреждениях. Очередь была многотысячной, а часть ребят не успевали и дня побыть в саду, прежде чем попадали в школу. Предложения общественности услышали и, что важно, реализовали. Это позволит избежать нам понятий, удачная дата рождения или неудачная. Выстроить всех детей в одну общую очередь. И примерно в одном и том же возрасте дети будут поступать в детские сады. Сейчас действует единый реестр и вся схема предоставления мест прозрачна. К тому же за последние годы было построено несколько десятков детских садов и острота проблемы с очередями нивелировалась. Но не только об этом кричала общественность Сургута. Год назад народ, относящийся к агорте автомобилистов, организовал гражданский протест против ям и выбоин на улицах. Наклейки «Какой мэр? Такие дороги» всё чаще встречались на машинах. И этот позыв власти услышали. Последние две ремонтные компании оказались не в пример другим периодам капитала ёмкими. Более миллиарда рублей ушло на восстановление городских магистралей. Причём приоритет проведения работ обозначили сами сургутяне посредством электронного голосования. Да, по-прежнему нельзя сказать, что в городе все дороги идеальны. Но процесс запущен. Как бы вот тот список, который был, там всё-таки как-то более-менее на 60% сошлись во мнениях. И вот это дело мы сделали. Вот с этим я согласен, и все ребята согласны. И спасибо администрации, что услышали. Где-то что-то мы делаем, где-то что-то становится хуже. Мы какой-то участок сделали, но колейность у нас разрастается, как, я не знаю, какая-то болезнь просто. О выросшем уровне социального благополучия сургутян можно судить по статистике, которая, как водится, вещь упрямая. Рождаемость, впрочем, как и прирост населения в целом, увеличивается из года в год. Не дадут соврать сотрудники перинатального центра. Количество родов, если сравнивать с цифрами 10-го года, выросло почти вдвое. Пять лет уместились в пяти минутах. Говорить о том, что сделано и что не сделано Дмитрием Поповым, можно, конечно, долго. Но годы идут, и потребности общества, и проблемы сменяют друг друга. Главное, оперативно и качественно их решать. Вероятно, поможет в этом городу свежесозданная, причем с учетом мнения жителей, стратегия 2030, которая призвана сделать нашу жизнь еще благополучнее. Дмитрий Подлесной специально для телевизионного обзора новостей. Уже на ближайшем заседании городской думы депутаты официально дадут старт конкурсу по подбору кандидатур на должность главы. Специальная комиссия в составе восьми человек проведет отбор претендентов. Четверых делегатов также определяют решением думы. Профильный комитет парламента порекомендовал включить в рабочий орган депутата Олега Сазонова, почетного жителя Югры Веру Панасевич, Валерия Салахова, директора гимназии лаборатории, и Татьяну Зайцеву, представляющую Сургутскую районную организацию «Нефтегазстрой» профсоюзы России. 16 ноября комиссия проведет собеседование с кандидатами, после чего сформирует окончательный список претендентов на пост градоначальника. Нового руководителя администрации определят депутаты на заседании 19 ноября. Дмитрий Попов собирается побороться за второй срок пребывания на посту главы Сургута. Программе больше года, а принять и понять ее так и не захотели. Введение взносов на капитальный ремонт продолжает будоражить сознание и испытывать на прочность чашу народного терпения. Сегодня в Югре размер платы за один квадратный метр составляет 13 рублей 85 копеек. Жители Нижневартовска и Урая выступили с инициативой провести окружной референдум и изменить эту стоимость, понизить ее до одного рубля за квадрат. Вопрос о проведении регионального голосования «за» или «против» такой общественной инициативы должна рассмотреть Дума Югры. Между тем, ремонтная кампания 2015 года близка к своему завершению. О проблемах и достижениях капремонта по-сургутски смотрите далее. Программа капитального ремонта многоквартирных домов в России действует уже больше года. За это время она так и не снискала популярности и благосклонности у жителей страны. Югра и Сургут – не исключение. Только 15% горожан положительно оценили этот проект. Это данные интерактивного опроса в рамках программы «Диалог», которая на уходящей неделе выходила в эфире «Сургут интерновостей». Мнением горожан мы поинтересовались и на улицах. Вот этот дом новый. Он построил, наверное, год до 5 назад, 6. И я в каком году? Мои дети еще будут платить. Вон мой дом, кирпичный новый. Когда будет ремонт? Через сколько лет? Ну вот, весь ответ. Надо платить. Надо же делать. Кто же будет делать? Валентина Песковитина едва сдерживает слезы. В ее дом пришел капитальный ремонт. Четыре дня жители нескольких квартир трехлистника на улице Ленина провели без элементарных коммунальных услуг. Ну вот как можно жить в таких условиях без воды? Вода отключена, канализации нет, унитаза нет, ванны нет, ничего нет. У людей, ладно мы, а у людей маленькие дети. И вот как с этим можно жить? Люди вынуждены ютиться по друзьям и родственникам, переезжать на дачи. Те, у кого вода есть, все равно испытывают определенные неудобства. И понятно, что капитальному ремонту не рады. Ну вот как вы себе представляете? Помыли посуду, ведерочко вылили и вынесли. Люди несут, во двор все это выливают. Вот как? В центре города. А мы с ведеркоем бегаем вниз, сливаем вот эти вот, ну скажем так, отходы. Сейчас на Ленина 51 выполняется капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения и системы водоотведения. Так как работы затрагивают абсолютно всех жителей многоквартирного дома, возникают объективные проблемы. Скажем так, четыре дня без воды сидеть они не могут, потому что делают веерное отключение, то есть по стоякам. Мы столкнулись с трудностями в плане непредставления доступа в жилые помещения. Если, допустим, одна из квартир по стояку, ну, в силу того, что, может, сделала ремонт, а без нее обходить никак нельзя, невозможно поменять стояк, то, естественно, возникают проблемы. Отключили для производства работ, ниже, может быть, расположенные квартиры сделали. Как доходит до верхней квартиры, то есть до той квартиры, где гражданин не пускает в свое помещение, то, конечно, получается невозможно включить воду и невозможно дальше продолжать ремонт, потому что товарищ не пускает в квартиру. Есть претензии и к самому подходу бригад-подрядчика к ремонту сетей. Жалуются, что рабочих мало, делают все не скоординированно, да еще и, по мнению жильцов, не в полном объеме. То есть вот у меня в ванной гнилые трубы. В ванной они разводку не делают. Делайте это сами. То есть получается, где хорошие трубы они срезали вот так же на том отоплении, а в ванной гнилые трубы. Делайте сами. В Сургуте больше тысячи домов, которые попадают под программу капитального ремонта. Обойтись без него невозможно. Жилищный фонд стареет, здания ветшают. Вместе с ними, конечно, и инженерные сети. В некоторых домах это 30-40% износа. Чтобы не злить и без того недовольных программой капремонта собственников квартир, чиновники постарались не допустить к участию в конкурсах на проведение работ фирмы-однодневки. Низкая цена здесь не приоритет. И когда вот это понижение цены неограниченно идет, да, там 10%, 20% скидывают, там 30%. У нас по фонду капитального ремонта более 20% вообще нельзя скидывать цену. То есть все. То есть максимум ограничен, потому что мы реально понимаем, что если капитальный ремонт стоит 40 миллионов, за 10 его не сделать. Большинство отправляет свои взносы на капитальный ремонт домов в счет регионального оператора. Но есть и другие варианты накопления средств на капремонт. Это спецсчет. Его держателем может быть как тот же Югорский фонд, так и управляющие компании и товарищество собственников жилья. В Сургуте со спецсчетами работают 14 ТСЖ. Одно из них располагается на проспекте Мира 55, дробь 2. Дом относительно новый. Ближайший капремонт ему предстоит через несколько десятилетий. И жильцы приняли решение самостоятельно накапливать средства. Исторически это дом новый, которому всего 5 лет с момента завершения строительства. Поэтому, естественно, понимая, что первый ремонт у нас будет в 2035 году, мы осознавали, что до 2035 года мы будем платить взносы. Ну, скажем так, так называемый общий котел. И, естественно, ни одному из собственников не захотелось расставаться с деньгами. И поэтому приняли решение, что спецсчет – это то, что нам необходимо. Спецсчет позволяет накопить необходимую сумму для ближайшего ремонта, капитализировать ее за счет процентов во вкладе банка и остановиться на достигнутом. То есть деньги в течение 20 ближайших лет в общую копилку вносить не нужно. Главное – обеспечить финансами свой дом. Но есть и обратная сторона медали. То есть дома, которым 15 лет, там, 17 лет. Естественно, здесь вопрос только математического подсчета. То есть жители должны понимать, что в любом случае ремонт на их доме производить нужно будет. И вот в отличие от нашего дома это не через 30 лет, а через 5 лет, через 2 года. Нужно, наверное, оценивать достаточно трезво, стоит или не стоит, скажем так, со своим счетом заморачиваться. Потому что если денежных средств просто элементарно на этот капитальный ремонт не хватит, их придется где-то заимствовать. По сути, это означает, что инициативная группа должна будет взять кредит в банке на недостающую сумму и тащить долговое бремя на себе, в надежде, что жильцы дома в совокупности смогут вернуть этот заим. Рисковать решили немногие. Большая часть горожан, если и платит, то отправляет деньги на счета регионального оператора. Между тем, только по Сургуту Югорский фонд капремонта насчитал дефицит средств в размере полумиллиарда рублей на трехлетний период с 2014 по 2016 годы. Для выполнения программы по реконструкции 140 домов нужно примерно в три раза больше. Недостающие деньги планируют взять из банковских процентов, которые были начислены организацией за пользование средствами югорчан. Позже, когда недоимку удастся взыскать, их планируют вернуть обратно. Антонина Новикова, Дмитрий Круковец, Вячеслав Шарпунов, Сергей Колотов, Фарид Исмаилов. Специально для телевизионного обзора новостей. Очевидно, что со временем вопросов меньше не становится. Например, тот факт, когда многие жильцы не считают нужным оплачивать взносы, а работы в их здании все же ведутся. Получается, можно, в общем-то, особо и не переживать. Ремонт ведь все равно состоится в сроке, которые определены в программе. Чтобы население не заблуждалось, региональный оператор начал судиться с неплательщиками. Но, как выяснилось, разбирательства ведутся не только по поводу оплаты. Сегодня в Сургуте 1065 домов, которые включены в программу капремонта. Практически полторы сотни объектов, согласно планам, должны сдать до конца следующего года. Собственников квартир просят не препятствовать работе ремонтных бригад. И такие случаи есть во всем автономном округе. Впрочем, Сургут здесь вновь оказался одним из лидеров. Чтобы попасть в квартиру для проведения работ, подрядчики вынуждены обращаться в суд. Граждане не особенно активно предоставляют доступ в свои помещения для производства ремонтных работ. Но в силу, может быть, недоверия, может быть, в силу того, что раньше был проведен капитальный ремонт. Вот с этим мы сталкиваемся на сегодняшний день довольно-таки активно. И те граждане, которые нам не предоставляют доступ, мы решаем по доступу в судебном порядке. Есть такие претенденты по городу Сургуту. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь. И вот о чем мы расскажем вам во второй части выпуска. Появится ли в Сургуте центр развития зимних видов спорта? Что ждет местную хоккейную школу? И каково ее будущее? Ответы на эти вопросы искал Дмитрий Круковец. Живая-неживая музыка в Сургутской филармонии прошел концерт органной музыки. Примечательно, что воспроизводил мелодию электронный инструмент. Чем он отличается от классического? И сколько произведений в копилке цифрового органа? Ответы в рубрике «Новости культуры». Привет, Сургут! Я Георгий Дронов. Со всем телеканалом СТС поздравляю телерадиокомпанию «Сургут Интерновости» с днем рождения. Спасибо вам за то, что вы делаете все эти 25 лет. От всей души желаю вам продолжать в том же духе. Пусть эфиры будут яркими, а рейтинги рекордными. С днем рождения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Маяк Югра». Телерадиокомпания «Сургут Интерновости». На одной волне с вами. 107,9 FM. Русские пироги с доставкой. Вкусные пироги по привлекательной цене. Телефон 37 07 05. Эль Пирог. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет оригинальный телепроект. 25 мгновений истории, посвященные знаменательному юбилею одного из крупнейших медиахолдингов в Югре. Прикоснитесь к страницам исторического прошлого вместе с теми, кто запечатлел на бесчисленные километры кинопленки и видео за четверть века самые яркие события в жизни нашего города, округа, страны в цикле информационных программ на телеканалах «Сургут Интерновости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова